Итак, местные выборы 2020 года по всей стране окончательно еще не подведены. В Саламутищи, как и в большинстве городов, уже состоялись первые сессии. И об этом мы уже рассказывали подробно на прошлой неделе. Что касается предварительных итогов по стране, то самые свежие сведения мы взяли с сайта Центральной избирательной комиссии. На начало декабря уже выбрано 41 982 депутата. 1140 мест пока остаются вакантным. Из них 15,86% победителей, а точнее депутатов, стали самовыдвиженцы. А вот по политическим партиям следующие раскладки. От политической партии «Слуга народа» избрали наибольшее количество депутатов – 6263 человека. 14,92%. На втором месте всеукраинское объединение «Батькевщина» 1048. На третьем оппозиционная платформа «За життя» 988. Далее политическая партия «За майбутня» 9,59%. Политическая партия «Северопейская солидарность» 9,10%. И политическая партия «Наш край» 4,42%. Остальные партии занимают более низкие места. Среди выбранных мэров городов, а также сельских и поселковых советов, тоже на первом месте те, кто были самовыдвиженцами. Меж 662 мэра, точнее 47,46%. Что касается мэров, выбранных от политических партий, то на первом месте, на удивление, снова «Слуга народа» 16,2%. На втором политическая партия «За майбутня» 6,59%. Далее всеукраинское объединение «Батькевщина» 3,80%. Политическая партия «Оппозиционная платформа за життя» тоже 3,8%. И политическая партия «Наш край» 3,15%. Остальные партии имеют более низкие проценты. И возвращаясь к славутическим выборам, вы наверняка помните, что первая сессия – это скорее праздничная сессия. На ней и депутаты, и мэр города получали удостоверение и давали клятву. А вот рабочая сессия, она уже будет под номером 2, должна состояться в течение 30 дней после первой. То есть в декабре этого года. И на ней должны утвердить секретаря городского совета. А учитывая, что в городской совет Славутича прошло 8 партий и количество депутатов от каждой партии от 2 до 7, понятно, что для выбора секретаря будут межпартийные объединения. Иначе 14 голосов не набрать. И объединения могут быть самые неожиданные. Например, в Верховной Раде иногда вместе голосуют «Слуга народа» и ОПЗЖ. На областном уровне для выборов секретаря по неофициальной информации объединились «Слуга народа», ОПЗЖ и БЮД. Фантастическая комбинация. Как будет в Славутиче? Сплошные вопросы. Но с другой стороны, чем меньше город, тем больше влияет личностное отношение между людьми или депутатами. То, что в Славутиче они сложные, особенно в свете проведения выборов, политрекламных технологий, всевозможных оскорблений в интернете. Да, и тот факт, что на первую общую фотографию новых депутатов на сцену киноконцертного комплекса вышли не все депутаты нового созыва, говорит о том, что это будут сложные дни для выбора секретаря. В общем, есть чуть больше 20 дней, чтобы объединиться и выбрать секретаря Рады. И тут мэру города не позавидуешь. Ведь решать проблемы города можно только вместе. Точнее, реально решать проблему можно только вместе, а не по одному. А политика здесь будет только мешать. Смотрите в рамках программы «Запитай у мэра» в четверг практически полную версию выступления мэра Славутича Юрия Фомичева на сессии. Комфортность жизни, качество жизни и добро пожаловать к нашим Славутичам. Вот именно вокруг этого я хочу, чтобы мы с вами объединялись и пропорцировали эти 5 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова